всем привет с вами роман я живу в израиле в городе тель-авив и это вторая часть да тихо ты тише это вторая часть и и это вторая часть это вторая часть видео о выборах я иду в самую гущу событий чтобы показать вам как все происходит я сам еще никогда не голосовал ни в какой стране все потому что почему я высказывался в прошлом видео то мы сегодня вместе с вами увижу как это происходит в израиле что там такого интересного что эта вечеринка уже устраиваться в четвертый раз за полтора года будто чей-то страшный сон также подведу итоги расскажу свежие новости в общем вы сами сейчас все увидите а пока подпишитесь на канал если еще этого не сделали поставьте жирный жирный лайк погнали офигенный жаркий день я думаю можно даже сказать что уже пришла весна потому что вон я в майке в майке и на самом деле на улице 30 градусов так отправляюсь на избирательный участок дело в том что после того как переехал я еще не менял себе прописку и мне нужно ехать к себе на туда на старый район чтобы проголосовать не знаю если честно за кого буду голосовать вообще хотелось бы против всех на избирательных участках есть карточки на которых написаны название партии а что дальше я не знаю с ними делать поэтому сейчас вместе узнаем вот она на стадионе голосовать будет бога и дома и ним смотрите кто-то тут обещает надежду для пенсионеров обещает и мы обязуемся увеличить пособие обеспечить уход за пожилыми снизить стоимость лекарств да на фиге это не только на главу рать что мужика? роман роман 465 ты выходишь здесь в городе, украли на фиге и гайка и гайка и ты тоже это очень это тоже да да дали такой конверт смотрите тут ширма вообще такая картонная и буквы с карточками как я говорил видимо ее нужно положить сюда и закрыть а сколько нужно одну сделаем несколько думаю хватит берет не заклеивать очень странно положить голос в конверт но его не заклеивать напишите что думаете по этому поводу смотрите ребята тут расчерчена парковка на 1 2 3 на 4 скутера мопеда на то есть мототехнику но скажите мне как назвать этого даже не могу сказать слова человек как можно обозвать этого персонажа напишите в комментариях скажу вам последние события в израиле начался праздник пейсах то есть пасхи и продлится с 27 марта по 4 апреля какие отличия еврейской пасхи от другой яйца тут не красят хотя кто-то может быть и красит здесь главным символом пасхи считается моца моца это такая пресная тонкая лепешка готовится преимущественно из одного из пяти злаков пшеница рожь ячмень овес и полба все дело в том что на пасху не продается в израиле хлеб не продается в израиле пиво в общем все продукты в процессе создания которых используется эффект брожения либо с полок убирают либо закрывают такой ширмой и то есть ну не продаем чем же это связано в общем вернемся как обычно в прошлое еврейский народ бежит из египта и они так стремительно оттуда сваливали что не успели дождаться когда созреет хлеб и все долгие дни когда они ходили по пустыне они придумали замену хлеба который можно быстро приготовить и не и не требовал времени большого так и появилась моца на основе теста и воды на пейсах любят обновляться то есть покупать новую технику новую мебель а старую выставлять на улицу дело в том что старая мебель техника она не мусор знаете не не говно всякое в очень хорошем состоянии это происходит не только на пейсах в израиле ну то есть на помойку так не выкидывают типа какие-то большие вещи их выставляют на улицу потому что есть такая техника что там на телевизоре кнопка запала либо проводки перепаять либо еще что-то люди это не чинят то есть сломалась купили новую и и очень всего много на улице есть пригодного еще для использования всякие кресла стулья диваны а и а и а и и и и и и и и Алан, как ты? Та-дарова. Бай. 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 Фу. Такие неплотные. Я нахожусь, короче, в датишном районе. В какой-то новостройке. Вот смотрите, как тут все убрано. Давайте еще по новостям вам просвещу. Ну, это просто коры, я не знаю. Я, наверное, уже на протяжении последних трех выпусков рассказываю о снятии ограничений. В частности, об открытии аэропорта. То, что люди могут улетать, они все вакцинировались, с зеленым паспортом машут и летят. Так что опять министр здравоохранения предлагает ввести вновь ограничения на перелеты. Все потому, что, как я и говорил, израильтяне просто толпами ринулись отдыхать. И за последнюю неделю из тех, кто вернулся, у двухсот человек был обнаружен коронавирус. И из этих двухсот двадцать один человек был привит двумя прививками. Понимаете, да? Человек привился, полетел отдыхать, в итоге приезжает опять с коронавирусом. Ну, для чего тогда прививки, что там колят, аскорбинку, я не понимаю. Следующая новость абсурдная от этой, то есть я не знаю, как там параллель, кривую это провести. Минздрав предлагает отменить ношение масок на улице, на открытом пространстве. И будет обязательно ношение только в закрытых помещениях. Я не знаю, они закидывают, там сидят дома, там с бокалом вина прикуривают и такие, блин, а давай, блин, отменим маски, посмотрим, что будет. О, давай. Отменяют маски, проходит неделя, вырастает уровень заражения и такие, блин, давайте опять ограничим, пусть все в масках ходят. Единственное объяснение, что там уже маразматики работают какие-то, у которых и мозги просто прокисли давно. Так как вечернюю часть я снимаю уже в другой день, поэтому сейчас я вам сразу расскажу про итоги выборов, но сначала по порядку. В голосовании приняло 4,5 миллиона человек. Кстати, хочу заметить то, что привилось ровно столько же. То есть, если провести некую такую параллель, то все те, кто против прививки, ее не сделал. Они же не ходили на голосование. Из 4,5 миллиона проголосовавших 30 тысяч бюллетеней были запоганены, в том числе и моя. Это те люди, которые кидали либо пустые конверты, либо, как я, несколько карточек положили. И общая явка на голосовании составила 67%. По итогу ничего не изменилось. Правящая партия осталась та же во главе с Биби. Но если верить новостям, там опять куча министров недовольны, намекают на пятые выборы. В общем, я думаю, эта канитель никогда не кончится. И для чего-то это нужно. Опять следующий день вечер. Сегодня уже зашел Пейсов. И я думаю, ну, время уже почти 8, поеду поработаю чуть-чуть. И я еду уже практически полпути, проехал до центра и понимаю, что я не вижу вокруг ни одного вольтера. Машин вообще по минимуму. Все пусто. Потому что в Песах запрещено работать в первый и в последний день. То есть через неделю. В течение недели еще есть какие-то послабления. Там кто-то отпрашивается с работы. Некоторые на работе на расслабоне тусят, знаете. И никто там не ходит с троем. А я, короче, выехал и понял, что сегодня нет работы. Магазины закрыты. Ларьки, рестораны. Вообще все. Второй такой день в году вы увидите только на еврейский Новый год. Роша Шана в сентябре. Когда тоже не работает ничего абсолютно. В этом же есть своя фишка. Поначалу, когда я только сюда приехал и не было личного транспорта. Это, конечно, напрягало. Потому что автобусы не ходят, магазины не работают. Пиво не продают. Ну а когда есть собственный транспорт, можно вот так прокатиться. И показать вообще обстановочку. Друзья, такой был видос. Точнее серия видосов из двух частей о выборах. Если еще будут какие-то обновления, я обязательно сниму следующий выпуск. А чтобы его не пропустить, ставьте колокольчики. Подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, что понравилось больше всего. С вами был Рома из Израиля. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok